Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о третьей главе книги «Бытия». Третья глава – очень важный текст, который так или иначе определяет очень многое в наших отношениях к Богу и, в общем, предлагает читателю радикальный, очень серьезный, очень глубокий поворот по отношению к предыдущим главам. Потому что первые две главы, содержащие два рассказа о сотворении мира, которые, в общем, довольно идилличны. Прямо такая вот, особенно второй рассказ, такая замечательная пастораль в Междуречье «Тигра и Ефрата», «Сад», значит, «Женщина, которая плоть от плоти моей». Да и в первом рассказе тоже всякие вот эти вот цветущая сложность «Зелени травной» и «Фауны разнообразной» – все вот так. Первый рассказ заканчивается на разговоре о том, что дали в пищу зелень и больше ничего. Второй рассказ тоже, в общем, примерно до этой же точки доходит. Но это ведь не вся правда о мире, это не вся правда о жизни. И до читателя для того, к кому адресуются составители рассказа, важно понимать правду, что да, Бог сотворил мир, да, Бог сотворил человека, в той или иной форме дал человеку некое поручение, и вроде бы все было в мире хорошо, но реально-то не хорошо, реально-то все ужасно, и там завоеватели, войны, пленения, катастрофы, голод, предательство – все то, что читатель знает на собственном опыте. Вот вопрос о том, что сломалось, как сломалось. Это тоже необходимый совершенно компонент предания о истории мира, предания о том, как и в каком порядке, что происходит с людьми, как мы дошли до жизни такой. Другие рассказы, исторические повествования в самых разных фольклорных традициях Ближнего Востока тоже так или иначе что-нибудь подобное содержат. Либо разговор о том, что там боги перессорились между собой и стали использовать людей в мирных целях, для того, чтобы как-то привлечь их в эту борьбу, то ли еще чего-нибудь, то ли вообще их никак не объясняя, то ли вот какими-нибудь злобными персонажами объясняя это дело. Так или иначе, это присутствует. И довольно естественно, что, конечно же, автор библейского рассказа и составитель этого рассказа включает сюда разговор о том, что, собственно, как человек нарушает волю Бога, как человек разрушает собственную жизнь, отрекается от поручения, отказывается от Бога и оказывается от него оторванным. Для составителя, вероятно, и для автора рассказа тоже важно именно это. Объяснить, почему Богу приходится дальше действовать так, как Он действует, то есть избирать и призывать людей и заключать заветы с теми, кто откликнется на призвание, потому что, говорят автор и составитель, потому что в самом каком-то начале от Бога и от Его поручения, от Его повеления, от Его воли отрекаются люди вообще, люди вообще. Вот, собственно, об этом и рассказ третьей главы. Вызывает изрядные сомнения, конечно, склонность как древних, так и средневековых, так и нового времени толкователей исследовать в деталях коллизию между Адамом, Евой и Богом, вот какие-то там видеть движения души, с одной стороны. А с другой стороны, какова бы ни была история составления текста, текст, тем не менее, Боговдохновенный. И благодаря действию Духа Святого в авторах, редакторах, составителях, всех переписчиков, всех тех, через кого нам этот текст дошел, в нем действительно вот можно увидеть очень многое и очень поучительное. Но мы посмотрим только на самые основные пункты того, как устроен этот рассказ и о чем он сообщает читателям. Составитель оставил читателя на последней строчке предыдущей главы, так сказать, в мире, где вот есть Адам, куча какого-то зверья и там, значит, женщину сотворили Адаму, он очень обрадовался, все, и оставит человек отца своего и матери свою и прилепится к жене своей. Какого отца, какую матери? Это Адам. У него нет ни папы, ни мамы. Понимаете, если так уж несерьезно к этому подходить, штука-то в том, что там нет имени собственного, это человек, сказано человек, Адам. И нету в оригинале никакой заглавной буквы. Поэтому вообще иногда полезно для, так сказать, того, чтобы освежить восприятие, прочитать этот текст, заменяя слово Адам словом человека, а слово Ева словом женщина. Вот совсем по-другому некоторые вещи начинают выглядеть. Итак, вот в начале третьей главы откуда ни возьмись появляется какой-то змей. Ну, явно, судя по рассказу, этот змей разговаривает хитрый, там что-то такое, он бедной девушке вкручивает какие-то идеи. Понятно, что это не просто присвыкающиеся отряды чешуйчатых, да, а какое-то другое существо. И да, действительно, мы знаем в ближневосточных преданиях всякие вот эти вот змеи и змееподобные чудовища, там драконы, все такое прочее, ну, на всем востоке до Китая включительно. Всего этого полным-полно. В общем, какой-то такой там змей Горыныч. не обсуждается, откуда он взялся, как, что, почему. Про падение ангела света и вот это вот все, это будут очень поздние предания. Здесь текст древней предания, древнее, архаичное. Здесь берется некий персонаж, являющийся олицетворением зла, носителем зла для всех ближневосточных космогонических мифов, для всех. Вот зло выражается в таком вот драконообразном существе. Вот он был хитрее и сказал женщине, понимаете, здесь получается так, что автор и составитель, ну, в большей степени автор, задействует, опять-таки, очень хорошо знакомые предания. Змей, соблазн, грех, но при этом, хоть все это и знают, он некоторые вещи модифицирует. Во-первых, змей проклинается Богом потом, получает от Бога возмездие за то, что он натворил. Это не битва гигантов, богов, да, вот, значит, со всякими этими чудовищами, змееподобными. Змеи с Богом не равны. И это принципиально важная вещь для автора. Также, может быть, и даже еще более важно, что рассказ идет о выборе человека, о том, что выбирает человек, в общем, не в связи со змеем, не в связи с какими-то там уговорами змея. И уж тем более, заметьте, что рассказ, вообще говоря, очень целомудренный. В какие-то новейшие времена от недостатка ума и, в общем, от чрезмерной озабоченности. У средневековых авторов появилась идея, что грех состоял в том, что там, значит, вот Адам с Евой в кустах, и от этого дети вздор абсолютный. Ни секунды, ничего подобного. Вообще. Когда первый раз читаешь после какой-нибудь там антирелигиозной литературы, просто шокирует этот факт. Тем не менее, вот, никакого сексуального подтекста не имеется в виду. Это разговор о, на самом деле, отношении к заповеди Божьей. Это разговор для иудеев. Это разговор в предисловии закона. Вот была заповедь, и вот как мы к ней отнеслись. Ну, мы люди вообще. А теперь заповедь Синайского завета к ней. Надо отнестись по-другому. Вот эта перспектива, она чрезвычайно тоже важна. Ну, и вот, значит, этот самый змей говорит жене, нет, нет, Бог вас обманул. Не умрете, а откроются глаза, будете как Боги, знающие добро и зло. Вообще, конечно, дерево познания добра и зла, и плод его, такая довольно своеобразная картина. Потому что, как и в других случаях, эта пара антонимов «добро» и «зло» призвана определить весь спектр явлений от добра и до зла, всю, так сказать, плавную шкалу перехода. Да, а познание обычно в таких текстах означает власть. Поэтому вот речь идет о некоем источнике власти над добром и злом. Источники определять, что есть добро и зло. Вот что-то такое змей предлагает женщине и говорит, что нет, там, вы не умрете, Бог вам зря это такое сказал. А на самом деле будете как Боги, знающие добро и зло. Вот тут впервые, похоже, появляются Боги во множественном числе. Имеются в виду языческие Боги. Здесь, видите, получается, что соблазн язычества так изображается, вот эта перспектива грехопадения здесь в третьей главе, как соблазн язычества, стоящий перед людьми. На самом деле, конечно, это очень актуально для иудеев в послепленную эпоху, да и в предпленную, в какую-нибудь эпоху царей, где этот соблазн очень силен и очень велик. И поэтому автор, конечно, акцентирует внимание читателя именно на том, что будете как Боги. Вот этим соблазняется человек. Вот тем, что претендует на эту власть над добром и злом, претендует быть подобным самому настоящему реальному Богу и претендует впасть в язычество, быть похожим на этих самых язычских богов. Здесь это достаточно важный образ, один из центральных таких смыслов рассказа, донести до читателя. Люди соблазняются идолопоклонством, соблазняются нарушением первой заповеди. Илкователи обычно, кстати, говорят про то, что вот там в раю была дана одна заповедь, есть от дерева жизни, не есть от дерева познания добра и зла. Ну вот, на самом деле, для автора и составителя грех не столько в нарушении прямого повеления Божьего, может быть, вообще не об этом разговор, а именно в пути к идолопоклонству. Ну и вся вторая половина главы, собственно, с восьмого стиха посвящена последствиям того, что происходит с людьми. Тоже очень красочно это описано, как Бог в прохладе дня прогуливается в раю и вот там вызывает к Адаму и говорит мне, когда Адам там прячется, не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе есть. И, собственно, окончательным и бесповоротным падением, насколько можно судить по рассказу, в глазах рассказчика происходит, происходит оно, становится непоправимым тогда, когда Адам говорит, нет, нет, я здесь ни при чем. Нет, это вот ты мне дал женщину, ты, жена, которую ты мне дал. Вот она мне дала, и я ел. Ну, при том, что, в общем, конечно, порядочный мужчина должен есть то, что дает жена. Да, это нормально. И не в этом проблема, а в том, что он пытается переложить ответственность. И тоже для составителей это очень важно, потому что в том же плену, да даже еще в предпленную последнюю эпоху начинается разговор о том, кто виноват. Кто виноват в том, что произошло с народом божьим? Можно говорить, жуткие завоеватели, жуткие завоеватели. Можно говорить, цари, глупые, бесстыжие, обуянные гордыни, все тоже будет так. Но пророческая культура около пленной эпохи дает другой ответ. Говорит о том, что, ну, вот как в книге Даниила, это мы виноваты. Это мы согрешили и лишены славы Божьей. Это у нас. Мы нет ничего. Поэтому вот этот момент, связанный с тем, как ты относишься к злу и греху, которые есть в твоей истории, может быть, даже не обязательно в твоей биографии, в твоей истории. Вот один вариант. Ныне с сокрушенным сердцем да будем приняты, как Даниил пишет. А другой вариант. Мы здесь ни при чем. Это несправедливо на нас обрушили бедствия. Вот поэтому автор и составитель очень тщательно акцентируют именно вопрос об ответственности. Говоря, что Адам, человек, вообще отказывается эту ответственность брать. И все дальнейшее разрушение определяется именно этим. Потому что Бог, как говорит нам здесь о нем рассказчик, проклинает всех, кто так или иначе эту ответственность несет сначала змея, говоря, проклят ты перед всеми скотами, будешь ходить на чреве твоем. И потом жену, которую в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое. Ну и соответственно на человека проклята земля за тебя. Вот последовательный выбор быть как Боги. значит автономно от реально существующего Бога и отдельно от Него. Не брать на себя ответственные за этот выбор в конечном итоге приводит к разрушению, проклятию всего. Проклята земля за тебя. Вот здесь на пространстве этой главы мы видим во-первых ответ на вопрос почему мир вот такой. Почему в мире так много предательства, страдания, зла, разрушения, хаоса, вот всего. Потому что люди захотели быть как Боги. Люди захотели обойтись без первой заповеди, грубо говоря. и вторая мысль, второе коммуникативное намерение сообщить о том, что и вот теперь никаких отношений нет. Теперь диалог с Богом для человека становится невозможным. Бог изгоняет его из рая, там сделал одежды кожаные, одел их, одел. потому что вот вероятно в раю там можно было более безопасно себя чувствовать. Трудно сказать, но вероятно все-таки это деталь, которая почерпнута из опять-таки базового общеближневосточного предания. На этот счет тоже куча существует разных толкований, но зачем бы автору сообщать такие подробности совершенно непонятно. Вот в предании есть он это оставляет. А главное в самом конце, что выслал его Господь Бог из сада Едемского, потому что невозможно, чтобы человек, ставший как один из нас, зная добро и зло, здесь тоже нет пророческого указания на троечность, это множественное уважение. Вот Господь говорит, вот Адам стал как я, как один из нас, множественное уважение, поэтому он как бы не стал жить вечно. то, что совершил Адам, порог несовместимый с жизнью. И при всем том, вот, Бог не уничтожает человека, а изгоняет на землю. Значит, для читателя, для того, кто слышит устный рассказ, кто записывает письменный, кто составляет, потом зачитывает письменный рассказ уже в виде пяти книж разговора о том, что вот мы оказались здесь, где мы оказались, потому, что в человечестве есть вот это идлопоклонство, отказ от ответственности, и это последствия нашего греха, поврежденный мир, в котором с Богом разговаривать уже невозможно, изгнан из рая. и дальше уже будет рассказ о целой череде встреч и договоренностей Бога с людьми, которые происходят несмотря на изгнание. в